Хорошая новость у меня есть. Теперь государственные закупки, аукционные закупки можно будет обжаловать в суде. Почему это я? Да к тому, что у меня есть ребята знакомые, которые могут сделать вот всю такую же красоту, только в 5 раз дешевле. Ну или в 3 раза дешевле. Но до этого как бы они мне жаловались, говорят, магнитогорцы не обращают на нас внимания, мы же все-таки свои. Мы сами это делаем, сами гнем трубы, сами все придумываем. А магнитогорск закупал вот эти конструкции где-где. Ну в Питере, естественно. Конечно можно было бы привезти из Китая, это было бы еще дешевле. Но давайте своих поддерживать. И теперь уже в каждом дворике может быть вот такое, только в 5 раз дешевле. Вот чудеса у нас случаются, а мы их и не видим. Вопреки желанию власть имущих, вопреки давлению налоговиков, науськанных власть имущими, без доступных длинных кредитов и льгот развивается малый бизнес. И снижаются цены в самом чудесном городе планеты, в Магнитогорск. И одно из чудес в перьях это я, если что. Но сегодня не о мне, сегодня о тех, кто занимается благотворительностью. Творить благое дело это что? Это не платить откаты, а делать вещи, которые служат нашему будущему. Да, нам долги надо отдавать нашему Господу и планете Земля. И платить надо детьми. Детьми научными созидать, любить ближнего и жизнь. Вот только где с ними заниматься? Когда дворы представляют собой закатанные быдлые автолюбителями парковки. Соглашусь, что денег не хватает всем. Но зачем же гадить себе на голову и гадить детям? Кстати, кто сказал, что денег-то не хватает? Если есть, у тебя автомобиль ненужный, а иначе и не понять, почему вы его не оставляете на платной парковке, деньги есть. И деньги немалые. Про скулеж ЖКХ разговор особый. Полмиллиарда квартблаты на Магнитогорск. Они пилят в тихушку и скулят. Ну, борзота. Хватит, пора наводить порядок. Я вам только что показал, как люди своими руками могут делать все то, что стоило дорого. Вот вам телефон. Звоните бабушке, родители, все те, кто хочет жить в нормальных условиях. Хочет сидеть с детьми, хочет болтать на скамеечке у дома. Деды звоните. Ведь было счастливое время, когда под присмотром бабушек детские площадки не превращались в места попоек. За этим следили и дедушки, резавшиеся в домино. Это было время счастливого Магнитогорска. И вернуть его в наших силах. В вашем возрасте, наверное, было бы приятнее сидеть в офисе и выдавать кредиты. И получать за это очень большие деньги. Вы выбрали производство? Ну, да. Потому что здесь, как бы, так сказать, это наша тема. Нам нравится вот именно такого типа все. Изготовление площадок. Просто очень такая актуальная на сегодняшний день это производство. Производство везде востребовано. Не только у нас в Магнитогорске, а также по Челябинской области, по России. Я обратил внимание, вот после того, как мы первый сюжет сняли, и в том числе и в моем дворе нет детских площадок. То, что у нас в городе представлено, ну, цены немножко другие. Ваши цены, они в пять раз дешевле получаются? Ну, может быть, и не в пять раз дешевле, но гораздо дешевле, чем те фирмы, которые на сегодняшний день ставят в городе у нас площадки. То есть, эта техника, в смысле, это оборудование рассчитано на какую эксплуатацию? Я посмотрел, то есть, вы работаете с деревом по минимуму. В основном это металл. Ну, да, во-первых, потому что металл у нас и стоит, соответственно, подольше. Вот, и дерево только, да, используем по минимуму, постараемся. За вашей спиной оборудование, ну, вот, как минимум пять детских площадок. За какие сроки вы готовы изготовить вот такое оборудование? Ну, около, скажем так, трех недель. За три минуты, если я иду к своему депутату, делаю на него крутой наезд, говорю, слушай, ну, мы же за тебя голосовали. Что, с три недели вы можете это сделать? Ну, в принципе, да. Да, за три недели ваш двор может измениться. Кстати, каждый двор может быть оригинальным, потому что всегда можно придумать и реализовать свой собственный проект. Профиль данного предприятия – это еще и изделие из металлоконструкций. Теперь про то, что понимать надо и из чего надо делать. Да, пьяная молодежь, скотски себя ведущая – это проблема. Но один звонок милицейскому другу – и все. Милиция, простите, полиция Магнитогорская работает отлично. Две минуты – они уже на месте. Ну что же, это вы, безразлично можете пройти мимо. А я лично стукану, если сам лично не смогу настучать по наглым мордам. Бомжи, вот ночная проблема. Тащат ведь все и на дрова, и на металлолом. Кстати, по их мордам с металлоломом из заборов треснуть просто обязан каждый. Чтоб падлам понятно стало, что мы готовы свой город защищать, пока бездействует закон. Да, нам придется это делать. Да, надо делать детские площадки только из металла, замурованного в землю. И вот вам пример, кто это сможет сделать. Уныленький пейзаж, да? Вы думаете, что это новостройки? Ну нет, на новостройки Сталинский район города Магнитогорска не тянет. Тем не менее, никаких детских площадок. Все разрушено вандалами. Я задаю вопрос, доколе моему чаду придется пересекать полгорода, чтобы нормально отдохнуть. Хотя платим мы здесь немало. Очень дорого жить в Ленинском районе. Куда уходят деньги? Если вы говорите, господа коммунальщики, что это дорого, я вам показал фирму, которая делает детские площадки в 5 раз дешевле, чем то, что в начале вы видели. Ну давайте я теперь немножко на вас наеду и скажу, что если в течение этого года здесь не появится, а конкретно этот квартал пересечения Московской и Ленина достойная детская площадка, то я соберу население всех вот этих вот домов, мы устроим свою управляющую компанию, вы обломаетесь по бабкам, и мы, естественно, купим себе нормальный детский уголок. Так что думайте, чего вы можете решиться.